Сегодня будем еще чуть-чуть такое повторение, потому что хочу, чтобы вы кое-что ловили. А вот Саша уже остальная стада малая уже пришла. Сколько человек помещается в фругоне? Считайте. Раз, два, три, уже прыгают. Слава Богу. Хорошо. Ну вот. Хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы смогли иметь возможность делать контраст. И чтобы вы тоже поняли поглубже, конечно, Слово Божие. И стараемся объяснить такой фундаментальный момент, что Бог, он автор, конечно, своего откровения. Бог, он и косвенно, то есть прямо или тоже не косвенно, откроет себя и откроет свой план для человека. То есть очень такой основной такой момент, что Господь, если Он не открыл Себе к нам, мы бы не смогли Его знать. Это так. То есть хотя мы видим, что Вселенная работает, что есть действительно высокий разум, который контролирует, держит все. Приветствую, приветствую. Мы видим, что Бог, он невозможно его знать, если Он сам себе не открывает. То есть Он общался с человеком здесь, и было прямое такое откровение и прямое такое общение. Но потом грекопадение полностью это все разрушило. Грек — это то, что разделяет нас от самого Господа Бога. И с этого момента он сказал, что вот семья, жена, она будет ударить голову сатаною, потому что он искушал человека, и мы не будем повторить вот это все. Но Бог уже от этого, от самого начала, знал, вот, чем Он собирается делать. Поэтому, когда говорится об Иисусе Христе, есть вот такое выражение, агнец, который заклан от что? Начало создания мира. Почему? Потому что Бог даже здесь уже знал, чем Он будет заниматься, что и как надо искупить человека от своих грехов. Он уже этого знал. И поэтому, от точки зрения Господа Бога, Он знал, что вот, все, что ждет, уже впереди. Это Его предвидение, Его всезнание. Бог это все знает от самого начала. И вот. Но что касается откровения. Бог, Он открывает Себе к нам. И, как мы уже сказали, что хотя мы смогли видеть Его провидение, мы можем верить Его, что Он существует. То есть, существование Бога можно знать. Писание так и говорит. Послание к римлянам, первая глава. И тоже можно знать несколько моментов о Его, это самое, о Его сущности и натурах, Его атрибутах. Но человек очень часто путает. Например, китайские люди, китайские религии. Они смотрят на мир и говорят, что вот, я вижу и добро, и зло. Я вижу и то, что полезно. И я вижу то, что вредно. Я вижу, что здесь есть пшеницу, и одновременно бурьян растет. Я вижу, что есть насекомые, как пчелы, которые что-то там делают положительно. И потом я вижу вот эти, которые грязные. И то есть, они на мир смотрят и говорят, что Бог, Он тоже и добро одновременно, и зло. И китайский ум, азиатский ум, они придумали этот иинг и янг, тауизм. Тауизм говорит, что вот в каждом человеке и в каждом существе, что Бог везде, они это видят, что жизнь везде. Они говорят, что в каждом человеке есть немножечко и зло, есть немножечко и добро. То есть, это, ну, это звездная война, как сила, они говорят. Вот есть какая-то сила, есть темная сторона. Дарфейдер, это человек, это он тот, который приключился к этому. Другие, но это источник одной и той же такая сила. А это не Бог. Это не Бог Писания. Бог открыл себя, и Он говорил нам, что тьма в Нем, то есть, никакая. Он святой. Он справедлив, Он верный, Он есть любовь, Он истинный и так далее. Поэтому Бог сказал и открыл нам Его план и Его программа, Его цели и для человечества, и тоже для язычников, для евреев. И все Его планы Он открыл. И когда Он дал человеку откровение, Он написал, очень часто, даже во время вот этого периода времени, больше всего во время вот этого периода времени, Он давал откровение. И когда Он давал откровение, откровение было дано для тех, которые здесь, но и тоже касается этот и здесь, потому что всегда цель, это чтобы человек был с Богом. Это цель, чтобы я опять возвращался на такое положение. Но этот следующий раз, это чтобы было без сатаны. Слава Богу. Змеи там и не будет. Вечное состояние уже начинается. Бог уже доказал и разрешил вопрос насчет греха. Он уже доказал и показал человеку, кто он. Без Бога и так далее. Но это касается откровения. И дело в том, что ветки заветные пророки, когда они смотрели вперед, Бог им показал иногда одновременно в одном стихе и первое пришествие Иисуса Христа, и второе пришествие Иисуса Христа. Даже иногда одна только запятая это разделяет тот от этого. И поэтому люди путают. Когда они те же самые. Вот теперь у нас откровение Божие, которое дано нам вот здесь, в Новом Завете. И человек очень часто путает. И его первое пришествие тоже и от своего второго. И тоже путают церковный век от скорби. И Бог дал нам откровение для обок в период. И вот. И поэтому любой студент Библии, когда открывает Библию, и начинает читать, самое первое, которое плавает наверх, это персонажи и события. То есть ты начинаешь понимать, кто такое Ноя, Адам, Моисей, Давид и так далее. Апостол Павел, Иоанн, конечно, наш Господь Иисус Христос. Ты это все начинаешь понимать, и эти события плавают наверх. Это то, что становится более знакомое. А то, что еще плавает наверх, и то, что человек может без проблем ловить, что вот Бог святой, и Бог, ему не нравится грех. Это от корки до корки. Это никогда не меняется. Бог, Он справедлив. Он святой. Он правды и истины и так далее. Это все, конечно, плавает наверх. А Божья программа для человека, для евреев, для язычников, это вот то, что надо, конечно, чуть-чуть разобраться. Это немножечко становится туманно. Что ожидает человек, извините, Бог от человека? А это тоже бывает чуть-чуть туманно, потому что мы читаем таких посланий апостола Павла, которые говорят, не закон, не дела, а только благодать. И очень прямо. То есть невозможно ошибаться. Здесь нету такого, что он имеет в виду, нет. Он говорит с такими словами. И даже вообще послания к кримлянам и послания к галатам, они оба написаны, чтобы доказать раз и навсегда, что спасение человека – это по благодати Божьей через веру. Это целая такая диссертация от человека, который был очень грамотный и очень образованный апостола Павла по-человечески. А одновременно мы читаем такие послания, которые говорят, что вера недостаточно, тебе надо и дела. И студент Библии уже не знает, как себя вести. Проповедники тоже очень ошибаются, пытаются очень, как мы говорим, молочно или обзорно, или через аллегорию объяснить вот эти такие отрывки, и которые действительно противоречат друг другу. А то, что мы стараемся здесь учить, так как я, конечно, понимаю Слово Божие, и, по-моему, это единственное такое обращение к Писанию, которое результат, что тебе не надо менять Слово Божие, во-первых, тебе не надо никакое Слово добавлять, тебе не надо убрать никакое Слово, тебе не надо объяснить эти отрывки, используя, как мы говорим, духовный метод. То есть ты говоришь, что это не значит, что это значит, что он говорит, но это значит что-то другое, что-то молочное. Очень часто послание Иякова 2 глава, где вера и дела. Большинство пастыра, они к этому отрывку говорят, что вот, они пытаются применять доктриналном смысле на верующие в этом веке, и она здесь не принимается. И для этого им придется вырвать этот текст из своего контекста, и, конечно, получается туман. Дальше. То есть мы говорим так, верим так, что Бог, Он вдохновлял Своё Слово, и для людей, которые живут во время церковного века, и мы видим, что есть разница между телом Иисуса Христа и спасённые евреи, и даже спасённые язычники во время вскорбе. Здесь ключевой момент. Это первое пришествие Иисуса Христа и второе пришествие Иисуса Христа. И вот в том, что мы видели в прошлый раз, я вам давал, по-моему, 9-10 стихов, которые говорят вот такое выражение последние дни или последнее время. Мы в прошлой неделе, мы их всех смотрели, и в контексте каждого места, где бывает вот такое выражение последнее время, последние дни, ты как раз попал на, что касается первое или второе пришествие Иисуса Христа. То есть это выражение от точки зрения Библии принимается и здесь, и здесь. И мы видели, как Иоанн сказал, как будто последние дни, сейчас, послание к римлянам, извините, к евреям, последние дни сии, вот, это было последнее время, то есть последнее время, конечно, для касающихся евреев, народа Израиля, это их последнее время, это их последние дни. Она длится на 7 лет, это от пророка Даниила, и этот период был разделен на две части, которые состоятся и за 3,5 года, 42 месяца, и так далее. Как студенты Библии, вам надо этот ловить. Что-то произошло, потому что апостол Павел, когда он говорит о последнее время, последние дни, он сказал, что они грядют. Последнее время будут дни, у вас в переводе тяжкие. Будут. А Иоанн написал, как будто уже есть. К евреям, как будто уже есть. Христос говорил к нам, последние дни сии, как будто, вот, мы сейчас и находимся. И это большая такая ошибка от точки зрения профессора, проповедников и все остальное. И причина, потому что они не разделяют Слово Божие. Они не видят, что вот Божие, хотя Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это очень такое популярное выражение от тех, которые не разделяют Слово Истинной. Особенно пятидесятники. Особенно они, потому что мы говорим, что говорение на иных языках и дары апостолские не для нас сегодня. Они всего лишь были как привкусы. Привкус того, что ожидает в царстве, и это было дано, эти дары апостолские, для неверующих евреев. Конечно, всегда там было рядочком какие-то там язычники, но именно евреи требуют чудес. И вот, и все они, и целения, воскресения из мертвых, говорения на иных языках, изгонения бесов, и все остальное, это все, что будет здесь. Это был привкус именно Божьего царства, который будет установлен на земле. И было настоящее предложение этого царства здесь, потому что это еще, как сказать, буквально было настоящее предложение, если бы Израиль принял свою Мессию. Но она не приняла. Это не было сюрприз, конечно, Господа Бога, потому что было все равно скрыто в Ветхом Завете, и мы закончили наш лексик, или дискуссию, или урок в прошлой неделе с этой отрывки, где апостол Павел сказал, что вот, это было тайно, тайно, это то, что он есть, но он в скрытом виде. А потом он сказал, что уже сейчас открывается. Сейчас Божий Дух по всему миру, и евреи, и язычники вызывают через Евангелие Иисуса Христа. Ибо всякий, кто хоть желает, приди, пей воды жизни даром, не по делам, только по Божьей благодати, то, что это именно зов по всему миру. Бог уже командует, требует от всех по всему миру. Здесь нет такое, здесь не играет роль никакой программ ООН. Это их культура, это их религия. Нет, тебе надо подчинять Евангелие Иисуса Христа. Почему? Потому что Бог будет судить народы именно с этой критерией. Ну вот. Теперь мы изучаем первое Петра. И то, что наша цель это чтобы объяснить его историческом смысле, доктринальное смысло и тоже духовное. Духовное это чтобы назидать вас, чтобы вы смогли что-то получить и чтобы это помог тебе служить Господь Иисус Христос, чтобы помогал тебе победить грех, больше знать о нем, давать немножечко увешивания, чтобы вы толчок вот такое, чтобы было желание служить инициативу, стимул, вот такое, понятно? Любое применение Писания, буквально он написан нам или нет, можно читать и получить какое-то благословение и помощь, откровение о Боге и все. Доктринально именно, то есть, где он принимается на Божьей программе искупления и спасения человека и примирение с ним. Это тоже момент, и потом исторический. Мы уже в основном исследовали исторический такой момент, а сейчас я хотел, как раз мы читаем 1 Петра, и мы уже видели 3, 4 и 5 стих, и в конце 5 стиха «Силою Божией через веру соблюдаем их к спасению, готовому открыться и вот, что это? Последнее время». То есть, мы смогли бы просто сказать, ну, все будет ясно потом. То есть, мы смогли это просто сказать и поехали дальше, и даже моя работа была бы гораздо проще как преподавателя. Но вот здесь я хотел именно взять этот момент и делать контраст насчет спасения, спасения в этом периоде и показать вам стихи и делать контраст спасения те, которые вот здесь. И вот, спасение видно, что вот сейчас, во время церковного века, что это по благодати Божьей, через веру без никакого дел. Это видно. Это Эфистианам вторая глава, римлянам, галатам, то есть, это все, не надо повторить этот урок. Вот. Не по закону, галатам, есть послание, говорит вот такое. И тоже, что что-то новое появилось среди человеков, и это называется тело Иисуса Христа. Смотрите, пожалуйста, 1 Коринфянам, 12 глава. И апостол Павел здесь очень развивает и открывает нам, что есть тело Иисуса Христа, и мы видим, что это тело состоится из евреев, и язычники, 13 стих, смотрите, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Вот, видите, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. А греческое слово, то есть, текстус рецептус, у них есть вот буквально это слово эллины, то есть, греки. Но смысл здесь понятно, что он имеет в виду язычники. И поэтому Библия Карла Якова, они поставили здесь не эллины, они просто язычники. Хотя на греческом, на текстус рецептус было эллины. И так, и так правильно, и так, и так и понятно, потому что эллины было тоже, это было как универсальное такое, ну, коллектив. Это была империя, которая касалась очень много народов. Понятно? То есть, здесь и так, и так правильно, что касается в переводе. Ну, более понятно, ну, вот так, не будем обсуждать этот вопрос. Ну, вот здесь, обращайте внимание, что одним духом. И здесь нету различия между евреи и язычниками. Здесь нету такое. Все в одном духе. То есть, мы это видим. Есть уже это тело Иисуса Христа, и смотрите, пожалуйста, Эфесянам. Эфесянам 2 глава. И смотрите, вот говорится о спасении с 1 ст. до 10. И 11 ст. Итак, помните, что вы никогда язычники. Видите? по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды, и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе, и вот видите, в, в нем, касается его тела, в нем, вы, бывшие никогда далеко, стали близки кровью крестовую. Очень хорошая такая песня, которую мы споем. Близки стали мы кровью креста. Громко поете, аллилуйя. Аминь. 14 стих. «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно». Одно что? Он имеет в виду одно тело. Можно сказать, одна группа, одно создание, но Библия называет его, это одно тело Иисуса Христа. «И разрушившие стоявшую посреди преграду». И так далее. Вот. 16 стих. «И в одном, вот видите, теле примирит обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Так что через Евангелие Иисуса Христа уже евреи и язычники, они оба спасены по Божьей благодати через веру благодаря Евангелие и те, которые принимают Иисуса Христа становятся он уже не еврей, он даже не язычник, он уже член тела Иисуса Христа. То есть это великое учение, важное учение Нового Завета. А почему тогда, когда читаем уже Откровение, эти различия опять появляются? И они действительно есть. Откровение 7 глава, там 144 тысячи евреи от каждого 12 тысяч из каждого 12 колен. Эти различия уже есть. Почему это так? Это потому, что мы имеем дело разных периодов времени, и хотя Бог одно и то же во веки веков, его обращение и его дел с человеком так по-другому или по-разному бывает. Вот. Дальше. Смотрите, пожалуйста, на это выражение, на Откровение 14 глава. Когда человек сегодня спасется, он получает возрождение, он родился свыше, одновременно есть это крещение Святого Дука и обрезание рукотворно, и это крещение Святого Дука поставит его в тело Иисуса Христа. Вот. Он член его тела. Святых, которые в скорби, смотрите, пожалуйста, Откровение 14 глава и вот 13 стих. Не упоминается слово церковь после восхищения в 4 главе. То есть в книге Откровение слово церковь она в начале это касается то, что был. Он сказал Иоанну напиши то, что был, то, что есть, и то, что грядет. Христос сказал, я есть тот, который мертвый, но я был жив, то есть умер, и во веки веков уже живу. Аминь. То есть это прошедшее время, настоящее время и будущее время. И так и надо понять книгу Откровения. И с 1 главы до 5 это церковь, напиши церковь, 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 потом 5 глава, я видел уже, извините, 4 глава, я уже видел дверь открытая на небо и выйди сюда. Иоанн, который является пробраз церкви, он уже отсюда. И он пошел и он сказал, что я был в духе не в день Господний. День Господний, это касается его второе пришествие. Так что остальные главы до 19 это касается то, что есть от точки зрения скорби. Вот и здесь уже 14 глава мы здесь читаем 13 стих и услышу я голос с неба говорящий мне напиши отныне блаженные мертвые умирающие выражение здесь в Господе от точки зрения скорби здесь нет это это не тело Иисуса Христа они умирают они претерпевшие до конца они страдали за него условия их спасения дела говорит дух они успокоятся от трудов вот видите точка зрения верующего человека наши труды не влияют на наше спасение и дела их идут вслед за ними ты можешь духовно это все объяснить можно частично применять в духовном смысле на верующих но не строго доктринально потому что это полностью противоречит послание апостола Павла которое написано тело Иисуса Христа так что контраст во первых говорится что верующих которые спасенные вот здесь они в теле Иисуса Христа а здесь тело Иисуса Христа уже ушло и хотя они праведники хотя они святых хотя они слава Богу получат вечную жизнь условия совсем другое и они уже не в этом группе то есть есть одна группа как одна группа олицетворяет или вот прообразы их в Ветхом Завете это наложницы наложницы это из Ветхого Завета а невеста вот здесь на свадьбу свадьбу все гости будут там вот наложницы невеста и девицы и девицы они разные группы они все будут там но немножечко достигшие по-разному смотрите пожалуйста теперь еще момент касающийся верующих в этом веке послание к кримлинам восьмая глава то есть в этом в этом веке в котором мы живем сейчас если ты хочешь делать основание вашей веры послание к кримлинам галатам эфесянам вот филиппийцам колоссианам первая вторая коринфянам и все станое это и в этих в послании ты открыв ну как ты будешь понимать кое-что и послание к кримлинам восьмая глава и тридцать ну вот тридцать восьмой стих ибо я уверен что ни смерть ни жизнь вы видите ни смерть ни жизнь ни ангелы ни начало ни силы ни настоящее ни будущее то есть ничего которое происходит ничего абсолютно ничего здесь как будто не старается быть здесь пытается убеждать человек что ты знаешь не существует абсолютно ничего ни высота ни глубины ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во кресте Иисусе Господи нашем это общий смысл то есть ничего тебя не отличает или разрушает отлучает спасибо отлучает от любви Божьей невзирая на то что ты делаешь когда ты это говоришь через дорогу ты можешь потерять спасение нет это спасение было дано тебе даром или ты не получил ты его не заслужил если ты так говоришь ты потерян в этом веке ты говоришь что я приобрел я старался я сделал вот я трудился хорошо а ты так говоришь сейчас ты еретик аминь и ты потерян потому что ты не понимаешь Евангелие Иисуса Христа с пустыми руками ты идешь к Богу ты идешь к Богу по его условия не ваши не дела твоих а то что он сделал и ты либо на эти условия соглашаешься или ты не согласен так или так ну вот смотрите пожалуйста первая Коринфянам пятая глава первая Коринфянам пятая глава и здесь у вас есть человек который блудодействовал у вас человек который не просто блудодействовал но он занимался блудом который он спал похоже на отчима то есть это такой это хороший грех ну вы понимаете никакой грех хороший но вы серьезный апостол Павел сказал так предать сатане то есть такой человек во измножение что плоты не душа не дух а плоты чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа это его дух это тот человеческий дух имеется ввиду то есть хотя здесь получается церковная дисциплина другие которые говорят что можно потерять спасение они говорят что если ты пережил церковную дисциплину ты уже потерял спасение получается ты уже погибающий мы здесь так и не верим а другие посты как мы будем контролировать тогда народ это не мое дело контролировать народ я бы был самоседшим человеком у меня семеро детей это достаточно мне и жена даже иногда аминь меня и себе чтобы контролировать народ был такой действительно разговор когда сидели с пастырями и сегбисты и обсуждали насчет вечной безопасности показали им стыки Дух Божий просто показал истину 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 и потом они если это так как мы будем контролировать людей ты вообще не понимаешь свое призвание в чем проблема это не твое дело контролировать людей твое дело встать встать встань и проповедовать так говорит Господь и пускай результаты в его руках но это две разные подходы на служение так что мы здесь видим что человек то есть не отлучается отлучается от любви Божьей невзирая на что в этом веке да общение с Господом можно потерять да награды можно потерять уверенности даже можно потерять но вот нету а в скорби смотрите пожалуйста теперь откровение откровение 12 глава откровение 12 глава и 17 стих и разверепел дракона на жену и пошел жену это Израилья и пошел чтобы вступить в брань с прочими от семени ее Израилья это не католическая церковь это не православие вы видите сохраняющими что заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа мы здесь видим вера и дела и закон заповеди Божьи а как можно это примирить с галатами и римлянам как здесь мы видим вера и дела как Яков 2 глава дальше 14 глава смотрите пожалуйста и 12 стих 14 глава и вот здесь терпение святых соблюдающих вот видите заповеди Божьи и веру в Иисусе адвентисты к 7 дня они видели вот эти стихи и решили вот именно снимать свою капку и на этот крючок поставить я буду парковаться здесь и оба цитируют писание оба писания богодухновенно а тебе придется принимать уже решение ты будешь парковаться и будешь уже жить в этом доме или вот это одновременно не получается аминь просто не получается а вот так что поэтому мы говорим что часто ереси которые сейчас это какая-то правда на другой век другой период соблюдение субботный день сейчас нет но здесь надо кристос сказал именно об этом периоде и сказал что молитесь чтобы ваше там убежение или как бегство не на субботный день почему это касается Израиля и опять дела и опять заповеди божьи возвращаются и имеют место в скорби могу ли я это все понимать до конца понимаю ли я это все до конца нет не совсем но я понимаю вот что очевидно что это есть вот так видно что это две разные группы две разные периоды две разные цели и две разные практические результаты то есть одна кончится в одном группе и вот здесь есть совсем другая и бог это сделал потому что опять здесь Израиль и опять здесь установление божьего царства и даже здесь разделение церковь язычники и евреи это разделение есть в Божьем царстве хотя все там и существуют и будут там в этом царстве это различие есть в царстве то есть из Никиил Исаия Еремея читайте это все есть вот то есть евреи будут наследовать свою землю и в вечном состоянии они наследуют именно весь планету похож а язычники божья программа он это все создал это огромное такое место и он это все создал для обетования но не будет наполнять вселенная и космос с такими людьми которые богохульство и грязные и греховные и скверные и все остальное Бог не будет все начинается здесь и потом расширяется но я уже на этот дальше я не иду это уже фантастика которой мой ум недостаточно так что так что мы видим здесь что верующих в этом веке мы наслаждаемся в нашем вечном безопасности первое коринфянам например первое коринфянам первая глава и шестой стих видите начинаем шестого стика ибо свидетельство крестового утвердилось вас так что вы не имеете недостатка ни в какое дарование ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа которое и утвердит вас до конца здесь нет такого что тебе надо претерпеть до конца он это будет делать он тебе до конца будет утвердить чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа этот стих было бы достаточно чтобы показать что вот мы вечно безопаснее смотрите пожалуйста филиппийцам то есть не благодаря себя но благодаря другого то есть нашего Господа филиппийцам первая глава и шестой стих мы говорим что можно знать что ты спасен можно быть уверен куда ты попадешь после смерти как шестой стих будучи уверен в том что начавшие вас доброе дело будет совершить его даже до дня Иисуса Христа а кто это дело делает Господь не ты он способный ты это веришь слава Богу это есть но это в послании апостола Павла которое для тела Иисуса Христа для этого века в котором мы живем и сейчас это не последние дни это не последнее время нету такое будешь взять кепку и ты будешь либо на тот крючок или на то один крючок находится в доме вот этого другой находится вот здесь адвентистик седьмого дня пятидесятники практически много харизматов католики и православие говорят что вот это зависит от нас претерпевшие до конца спасется тебе надо стараться хотят надо держаться надо работать все зависит от тебя они очень красиво даже и объясняют есть Божье дело в спасении есть человеческое дело в спасении бог уже сделал свое а теперь тебе надо делать твое но все равно результат одно и то же что твое спасение зависит от тебя и твоих делах претерпевший же до конца спасется. Ну, да, я понимаю этот стих, этот стих действительно в Библии, я верю в этот стих. Но что касается моего спасения, я здесь вижу, что он имеет в виду последнее время. И что даже он в этом контексте говорит великое скорби. Не надо вырвать его из своего контекста. Надо в своем контексте читать. И здесь говорится о последнее время. Смотрите. Третий стих. Когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и что? Кончины века. Последнее время. И начинается, он говорит все эти условия, и потом, вот смотрите, пятнадцатый стих. Мерзость запустения. Это в скорби. Двадцать первый стих. Ибо тогда будет великое что? Скорбь. Так что контекст это великое скорби. И у нас сейчас такого нету на земле. Такой период времени еще не произошло, еще не наступил. Так что. Когда есть такие выражения, которые говорят насчет до конца, до конца, до конца. Один говорит, претерпевший же до конца спасется, и я вижу, что контекст это великое скорби. И другое говорит, что Бог будет утвердить тебя до конца. Я говорю, вот, это мое, и я буду именно в... Спасибо. Как ты хочешь, поступай, ты отвечаешь индивидуально к нему. Ну вот. Ну вот, вы видите? Нам, мы только что цитировали оба отрывки, оба стихи, не вырвали их из своих контекстов, и не надо было менять никакой текст, чтобы проповедовать вам и проповедовать то, что только что проповедовали. Это называется правильное разделение слова истины. И вот. Так что, дальше. То есть, вечная безопасность есть для человека здесь, а здесь мы на это посмотрим в следующий раз, потому что здесь уже слишком много времени. Давайте сделаем перерыв.